МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Просто невозможно работать. Совершенно невозможно. Так, мы начинаем, тем не менее, потому что гость первого нашего часа уже здесь, в студии, Александр Сидельников, начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кирова. Здесь Александр Алексеевич, добрый день. Добрый день. И мы будем говорить о том, что в Кирове предпринята еще одна попытка навести порядок в уличной торговле. Эта тема не затихает не только в нашем регионе, но и по всей стране. Да что по всей стране? Надо сказать, что проблемы уличной торговли существуют во всем мире. В том числе и в той части мира, которую принято называть Западом, например. Поскольку люди в любом случае, что бы ни происходило, и как бы их ни организовали, стараются занимать места так называемые проходные. И ничего ты с этим не поделаешь. Это сидит у нас на подкорке. И понятное дело, что торговцы готовы любыми способами отстаивать насиженные места, что, собственно, и происходит сейчас. Тем не менее, поиск компромисса – это задача городских властей. И о том, как этот поиск идет и каким результатом сейчас администрация города Кирова пришла, мы, собственно, и будем говорить. К нашей теме приурочен опрос, который, естественно, мы разместили на сайте Эхо Кирова и в нашей группе ВКонтакте. Звучит он сегодня следующим образом. На центральном рынке в Кирове что-либо вы покупаете, не покупаете. У нас есть центральный рынок. Третий вариант ответа. Надо сказать, что я вот сейчас, Александр Алексеевич, ставлю тычку напротив ответа «не покупаю». Но я все-таки призываю наших слушателей звонить по телефону 211-101, особенно тех, кто регулярно ходит на центральный рынок, которые привык там покупать какую-то продукцию. Звоните, пожалуйста, и делитесь, насколько комфортно вам сейчас там покупать разного вида товара, какие именно товары вы покупаете, и как вы относитесь к тем торговцам, которые находятся не в помещении центрального рынка, например, не в установленных местах, а стараются так вот присесть рядом, что называется, вдоль тротуара. И, собственно, продавать все, что только можно. Последний раз я покупала у таких торговцев года два, наверное, назад. С моей дочерью мы покупали целый ящик таких старинных маленьких стеклянных бутылочек из-под разных медикаментов, настоек и прочего, и прочего. Но мы это сделали только потому, что, собственно, школа моей дочери находится где-то рядом, и каким-то образом мы заскочили и увидели какие-то старинные штучки, больше ничего. 211.101. Что вы покупаете на центральном рынке и покупаете ли что-то у торговцев, которые не находятся на стационарных местах, а продают свой товар вдоль тротуара? Юлия Афанасьевна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Юлия, я уже сказала, что нам надо снова поднимать вопрос о платных парковках или как-то регулирование парковочных мест на Театральной площади. Невозможно совершенно парковаться. Я как раз поэтому и прибежала в эфир в 11.09. Да. Александр Алексеевич, мы видели новости, которые выходили по итогам встреч представителей городской администрации с торговцами. И в новостях, в описании тех событий, которые там происходили, судя по этим новостям, у меня было ощущение, что не хотят вас услышать, не хотят услышать администрацию торговцы, не нашли вы каких-то точек соприкосновений. Каждый стоит на своем. Так ли это? Ну, давайте по порядку. Вот сейчас звучала такая фраза, что есть официальная торговля, официально отведенные места, есть несанкционированная торговля. Давайте сразу поймем, что правила благоустройства муниципального образования город Киров, которые приняты Кировской городской думой, говорят, что торговля на улицах города, розничная торговля с рук, продовольственными и непродовольственными товарами, на улицах, площадях, во дворах, домов, парках, скверах, а также на других неустановленных специально для этого местах, запрещена за исключением мест для организации проведения ярмарок, утвержденных постановлением администрации города Кирова. То есть всех бабушек, связанными носочками? Они нарушают. Они нарушают. У нас есть телефонный звонок, откликнулись слушатели на мой призыв рассказать, что они покупают на центральном рынке, может быть, даже и у бабушек, которые нарушают. Сейчас мы выясним. Алла, добрый день. Добрый день, меня зовут Владислав. Да, Владислав, пожалуйста. Вы знаете, я считаю, что очень жалко, что нельзя сейчас покупать у бабушек, потому что они продавали качественные продукты, ну, допустим, даже взять яблоки, которые ничем не обработаны, ясно, что с приусадебного участка. И действительно очень хорошие вязаные вещи, которые сделаны, в общем-то, по, можно сказать, по старым ГОСТам. Если взять сейчас систему продажи в розничных магазинах, а я могу это сказать как консерв, как автор книги для товароведов, вот сейчас нет фактически никакого отбора на государственном уровне. То есть товары поступают в продажу только если они приносят прибыль, если они рекламируются. Вы имеете в виду, что никто не контролирует качество? Ну, на самом деле, это на усмотрение директоров магазинов. Так, Александр, сократим, сократим наше выступление. Итак, у бабушек вы покупаете. Бабушки продают, на ваш взгляд, качественный товар, сделанный своими руками, экологически чистый, вам привычный. Как давно вы покупали что-то у бабушек? Да, в принципе, всегда. Всегда. А где именно вы покупаете? Ну, как обычно, у крупных магазинов они раньше стояли. Там у торгового центра «Лидер», на Карла Маркса, на Попова. А истории с тем, что предоставить льготные места бабушкам, по-моему, по 25 рублей, место, и чтобы они там торговали, как вы оцениваете? Вы знаете, я оцениваю, что бабушкам еще нужно доплачивать. Бабушкам еще нужно доплачивать, точка, спасибо, Александр. Спасибо, 211, 101. А, Владислав меня поправляет, редактор. Владислав, простите. Владислав говорит о том, что бабушкам еще нужно доплачивать за то, что они торговали. На самом деле, да. Ну вот, да, я хочу сказать, когда идешь в большой магазин, я всегда покупаю на Ленина 20, всегда хожу туда. Пожалуйста, бабушки, помидоры, картошка, чеснок. Чеснок у бабушек. Все, кто варит борщи и пловы, меня поймут. Вот интересный момент. Даже если мы бабушек пересадим, допустим, на центральный рынок или на октябрьский рынок. Есть еще рынок на Карла Маркса, организованный вот здесь, да, вот совсем недалеко от театральной площади. Да, на те самые социальные места, то вообще пойдут ли к ним туда люди? Потому что у нас же есть привычка покупать там-то проходные места. Ну, в общем, это претензия, которую бабушке высказывали. Давайте дадим возможность Александру Алексеевичу попорядку. Хорошо, я могу дополнить. Те площадки мы отлично их знаем. Их у нас 14, где происходит несанкционированная торговля. Это и там Дамба наша по поводу в сторону Макарьи. Это Комсомольская площадь, Чёрса и Попова. Вот как мы говорим, что перекресток Карла Маркса и Труда, район площади Лепсия. В районе центрального рынка, филиала его Октябрьский, Лепсия 51. И как раз наша была задача, либо задумка, всегда наши садоводы, пенсионеры спрашивают, вы нас отсюда, и мы проводим рейды, регулярные рейды, просите уйти. Куда нам уйти? Поэтому то, что, скажем так, контролируемо муниципалитетом, это два наших розничных рынка, центральный филиал его Октябрьский. И понимая, что именно продавцам нужно быть приближенным к проходным местам, тротуарам, например, на милицейской у главного входа справа мы оборудовали места, и вот там и была эта дискуссия, вот зачем вы меня на пять метров передвигаете, еще и денег с меня хотите, правда, условных взять. Потому что ведь рынок, его основная деятельность, предоставление торговых мест. Если он будет бесплатно предоставлять, значит, он понесет налоговые штрафы. Но, тем не менее, на частных ярмарках, таких как Екатерины Кочкиной 3, мы называем его Коневский рынок, это ярмарка, и Воровского 57-59, там есть бесплатные места. Участник так захотел, это его дело. Пожалуйста, допустим, на Екатерины Кочкиной 3 более 100 мест, здесь, по-моему, 10. И мы вот на центральном рынке открыли более 30 мест и 24 на Октябрьском, в районе Розы-Люксембург. Пожалуйста, передвигайтесь туда. И мое четкое убеждение, если вы будете торговать, а не перебегать, как это происходит у нас как раз на перекрестке Карла Марса и Труда. Внизу по Труда есть ярмарка, которую мы открыли, оборудовали места. И сейчас есть такая у нас договоренность, скажем так, негласная, что днем наши садоводы торгуют там, но вечером они все равно перебегают на парапет. Поэтому... А почему они это делают? Ну, во-первых, одна перешла, но это, ну, я считаю, просто неорганизованно. Я всегда говорю, что вот эти места должны быть некая самоорганизация. Я, к сожалению, ну, не знаю, правильно или нет, всегда нашим садоводам говорю, вы не пускайте сюда перекупов с пододеяльниками, еще с чем-то. Если уж вы встали, как наши садоводы-пенсионеры... Я сам помню, на Коневский рынок теща огурцы из сада возил. Ну, что, я тоже такой же житель. Вот, ну, кстати, на рынок, где обустроенные места. Вот. Но когда одна, скажем так, пенсионер перешла, то и тянутся другие. Поэтому, если бы они оставались на этих местах, люди бы эти места, ведь любые торговые места нужно, ну, пригреть, наторговать, люди бы туда пошли. 211-101 номер телефона прямого эфира. Люди, о которых говорит сейчас Александр Алексеевич, которые покупают у бабушек разные товары. Как вы считаете, если бы бабушки оставались на застолбленных официальных местах, вы бы, в конце концов, привыкли и стали бы их там искать и находить? Или все-таки вам удобнее покупать вдоль тротуаров, где бабушки испокон веков стояли? Ну, вот просто психологический такой тест сейчас проведем. Вот. Вы готовы, ради того, чтобы у нас в городе был наведен порядок, чтобы бабушки стояли за прилавками, они сидели на парапетах вот этих, да? Вы готовы как-то ходить на организованные места, приучать себя? И что вам для этого нужно? Вот лично мне, например, на улице Карла Маркса труда однозначно в этом смысле не хватает навигации. Потому что рыночек, который там открыли, он где-то там во дворе. И если бы я не работала здесь на радиостанции, и к нам бы не приходил господин Сидельников и не рассказывал, я бы понятия не имела, что он там находится. Вот мне стыдно, но я до сих пор понятия не имею. Вот теперь для тебя это открытие. Хотя я там езжу каждый день. Да, 211-101. Пожалуйста, звоните. Через полминуты мы снова в студии. Да, мы уже в эфире. И мы продолжаем разговор с Александром Сидельниковым, начальником управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кирове. В Кирове предпринимается еще одна попытка навести порядок в уличной торговле. 211-101 номер телефона прямого эфира. Последний наш с Юлей вопрос был к вам, слушатели. Если все-таки бабушки будут дисциплинированными и уйдут с насиженных мест у крупных торговых центров и продуктовых магазинов на стационарные места, которые администрация для них организует, станете ли вы их там искать? Будете ли вы тоже ответственными гражданами и приучите себя ходить на такие рынки? И что вам тогда для этого нужно? Вот я уже сказала до перерыва, что мне не хватает навигации. Я не вижу этих рынков. Вот да, примерно Карла Маркса и Труда. Рынок запрятан во двор. Юля вообще не знала, что он там. Да, Юля не знала. И если даже вы знаете, что бабушки сидят на центральном рынке, поедете ли вы туда специально, если ваш путь физически там не проходит? У нас есть телефонный звонок. Давай его примем. Добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня звать Михаил. Да, пожалуйста, Михаил. Я, к сожалению, забыл, как по имени отчества вашего приглашал. Александр Алексеевич. Александр Алексеевич. Вот я вот что хотел сказать. Ну, во-первых, когда-то я сам торговал очень-очень давно. И это знаю до деталей. Вот особенно уличная торговля. Вот поверит ли Александр Алексеевич, что один метр, один метр передвинуться меняет ситуацию по реализации продукции. А бабушки, они ведь опытные менеджеры. Они практически действуют. И давить на них, это вот удовлетворять свои агрессивные психо-биологические потребности. О, как глубоко, Михаил, копаете. А биология здесь в чем? Может, психология понятна? Александр Алексеевич, вы тут ни при чем. Я понимаю, у вас приказ ограничить бабушек. Все это ясно. А вы знаете, что я предложил бы? Давайте. Воспримите как иронию, не иронию. Вы говорите, вы делаете выходы какие-то, да? Вот. Так вот, вы бы увидели, что бабушка торгует не там. И это место зарегистрируете, как место торговли. А потом еще увидели. И пусть наберется тысяча таких мест. И проблема будет снята, потому что они торгуют там, где удобно. Спасибо, Михаил, мы вас услышали. И попробуйте, Александр Алексеевич, найти на рынке и в каком-то государственном магазине носки шерстяные, дешевые и качественные. Да, все, Михаил, понятно. Шерстяные носки от бабушек форево. Но, кстати говоря, Александр Алексеевич признался тут в перерыве, что он и сам иногда покупает кое-что у бабушек. Я помидоры очень люблю. Наши местные, они с кислиночкой, поэтому вырастить сам не могу. А теперь вопрос, где вы их покупаете? Так, Александр Алексеевич, предложение от Михаила застолбить места в каждой точке, где осядет бабушка. Ну, во-первых, немножко парирую Михаилу. Вопрос маркетинга и выбора торговых точек, ну, я знаю, скажем так, с научной точки зрения. Знаю одну сеть, которая ставила тонары, передвигала, и только после этого на колесиках, которые там ставила, павильоны либо киоски. Это нам все понятно. Мы подходим с другой точки зрения, с точки зрения общественного порядка. Удобство покупателям и продавцам. Ну, что такое ящички на земле? Непонятно, какого качества. Я молчу, то, что требует Роспотребнадзор. Вот у меня есть на двух листах. А мы обязательно это озвучим. И говорит, что вы делаете, граждане? Вы какую продукцию покупаете? Какую она хотя бы... Есть там нитраты, либо еще чего-то. Единственное, мы визуально ее выбираем и верим. Даже я всегда спрошу, вы у себя вырастили этот помидорчик, который в два раза дороже, чем в соседнем магазине? Давайте сразу прокомментируем предложение Михаилу застолбить каждое место, где сидит бабушка. Во что мы тогда... Как будет выглядеть наш город? Нет, ну вот, например, в Нововятском районе мы решили эту проблему. Как? Там порядка пяти мест организовано. МБУ Нововятич прибирает. Тут вопрос опять бюджета. Кто будет содержать? И если уж места для бабушек, скажем так, российский опыт, делаются торговые места для садоводов. Делаются более-менее приемлемые прилавочки с крышей. Второе, кто будет соблюдать порядок, наводить порядок, не пускать перекупов и прибирать это все ежедневно. Сейчас мы примем еще один звонок. 211-101. Алло, добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Александр. Да, Александр. А вот, уважаемые товарищи, вы смотрите, вот логика подсказывает, что там, где торгуют бабушки, это в основном у крупных магазинов. Почему бы не обустроить вот эти вот... У нас же такие сейчас возможности, и оцилиндрованное бревно есть. И другие, так сказать, построения можно сделать отличные. И почему бы у каждого торгового центра, где они сидят, не обустроить за символическую плату? Кому вопрос? А это вопрос, это городская власть. А может вы частые денежки вложите и обустроите, мы вам поможем? Мы будем охранять, можно даже чистить, если бы вы вложились. Алексей, да? Да. Алло, Алексей, а сами вы покупаете что-нибудь у бабушек? Конечно, конечно, конечно. Что конкретно? И овощи, и носочки. Овощи, и носочки. Вот правильно говорят. Ведь они сидят там, где выгодно. И городская власть должна исходить из этого. Где они сидят, вот тут надо посмотреть, как обустроить эти места. Да, Александр, мы вас поняли с этим вопросом. Подождите, дайте мне, пожалуйста, вам еще один задать. Вы говорите, покупаете овощи и носочки. Где конкретно покупаете? У автовокзала. У автовокзала. Почему? Ух ты. Почему? Вот там, видите, вот есть магазин, Стрела раньше был. Там же пустая площадь около него. Почему бы ряды не поставить для бабушек? Вам там удобно. Почему бы не брать, допустим, 20-30 рублей, они всегда бы отдали. Все, понятно, Александр. Почему городской власти не... Спасибо, мы поняли. Ваша позиция... Поэтому в этом плане надо в таком... Спасибо, Александр, спасибо. Значит, мы поняли, городская власть должна, опять, городская власть должна обустроить бабушкам из оцилиндрованного бревна места, она же должна содержать. Площадь у автовокзала пустая и там удобно покупать, у бабушек дешево и комфортно. Значит, вот такая позиция Александра. У меня вот какой вопрос. Еще раз, я видела репортажи, да, о вашей встрече с торговцами. И я видела, как вы им презентовали прилавки, которые вот эти бюджетные места, еще раз напоминаю, место 25 рублей. Та самая социальная цена, которую сейчас и Александр, кстати говоря, называл. Такие прилавки с полочками для сумок покупателей, чтобы там встали, с крышей, чтобы не капало и не лило на голову бабушки, не замочило. С биотуалетом. Да, с биотуалетом рядом и прочее. Вот когда вы показывали эти места, вот на центральном же рынке это было, да, когда вы показывали эти места бабушкам-торговцам, бабушки ли это были или перекупы все-таки? С кем вы общались? Ну, там было два человека, мужчина и женщина. Кстати, женщина у нас на ярмарках выходного дня. Это было в пятницу. Я задал вопрос, а почему вот вы здесь? И вызывает такой ажиотаж. Вот у филармонии совсем рядом будет в субботу. Ну, надо покупать палатку. Это опять о форматах торговли. Почему у нас на ярмарках выходного дня мы категорически запрещаем торговать с земли? Ну, давайте, или мы будем учиться торговать, хорошее торговое оборудованное место. И вот вы знаете, что еще хочу сказать. Ко мне часто обращаются, даже что вот на центральном рынке или где-то обвесили некачественная продукция. Я звоню директору, он говорит, номер, место, говори, сейчас наведем порядок. Вот опять же, есть часть граждан, которая говорит, нас обвешивают некачественную продукцию, там еще. А вообще, кто будет нести ответственность, если кто-то отравится? Купит консервацию и придет и скажет, а вот у меня тут... А консервированной продукции много. Грибы, помидоры, огурцы и прочее. У нас есть еще один звонок, примем, потом сделаем перерыв и поговорим с Александром Алексеевичем все-таки поподробнее. Еще раз, какая стратегия его города. Алло, добрый день. Алло. Да, пожалуйста, представьтесь. Меня Сергей зовут. Да, Сергей. Я полностью согласен с Александром Сидильниковым и сам наблюдаю... Алексей, прошу прощения, выключите радио, пожалуйста, потому что там мы слышим эхо, а не вас. Алло. Давай. Сергей меня зовут. Очень полностью согласен с Александром, потому что сам наблюдаю все эти вот стихийные точки торговли. И администрация очень правильно определила места, они находятся совершенно рядом с этими точками. Допустим, Октябрьский рынок и здесь вот на Карла Марксе и труда рыночек. И вот эти бабушки, они сами того не понимая, в этих стихийных местах очень много клиентов упускают, потому что сколько раз едешь на автомобиле, вот бы остановился, купил бы цветы или что-то, но там невозможно, там нет стоянок, а к рынке везде доступный очень подъезд. Там всегда порядок, поэтому полностью согласен с администрацией. Нужно упорядочивать это дело все. Сергей, у меня ощущение, что вы сами как-то связаны с рынком, нет? Нет, я нисколько не связан. С администрацией? Хорошо. Нет, просто я живу в этом городе, я наблюдал эту стихийную торговлю еще в 90-е годы, как там что творилось, весь этот хлам, хаос. То есть вас не устраивает конкретно, как это выглядит? Что не устраивает? Сейчас меня, конечно, не устраивает. Вот такие, правильно, ящички, ящички. Ящички, это ужасно. Тут же пристраиваются торговцы уже, которые не своей торговли, торговли. Да, давайте мы тогда разберем с вами, как с человеком, который готов покупать именно в стационарных, там на стационарных прилавках что-то. А чего вам не хватает именно на этих местах специально организованных администраций? Вот вы, автомобилист, вы едете мимо счета? Да, мне все хватает, я туда прихожу, но там никого нет. Куда вы приходите? Ну, я говорю, что Октябрьский рынок, мы заходим, здесь перед рынком они торгуют. Затем Труда и Карла Маркса. На Конево же решили проблему, там на тротуарах уже не торгуют, там все они организованы на местах бесплатных. Спасибо, Сергей, мы вас поняли. Кстати говоря, вот сейчас до перерыва есть у нас минутка. Александр Алексеевич, правда, ведь на Конево не торгуют где-то, там не присаживаются. Как удалось решить проблему там? Да не все так безоблачно. Опять к бывшему там пятерочка, лидер, что сейчас самобранка, по-моему, начинают перетекать немножечко. Дело в том, что, еще раз повторюсь, там 100 бесплатных мест. То есть учредители рынка, да, на Коневском рынке, это ярмарка вообще-то, статус открытый, бесплатные места, и люди там торгуют. И, конечно, у нас есть вопросы уже к внешнему виду, конструктиву. Поэтому ведь вы поймите, опять если вернуться к этой теме, давайте возьмем те площадки у магазинов Ленина 20, бывшая мечта, тот же магазин у автовокзала, где здесь поставить ряды? Вот тротуар здесь, брусчатки, вот газон с деревьями. Куда? Вот на этой ноте мы сейчас прервемся на короткую рекламу, через две минуты снова в студии. Мы возвращаемся в эфир. Ни на минуту мы не прекращаем обсуждение с Александром Сидельниковым, начальником управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кирова. Кажется, у нас есть еще один звонок. Добрый день. Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста. Это Юрий. Да, пожалуйста. Значит, у меня такое вот предложение, но вообще есть вопрос, это решить можно двумя способами, или, значит, силовым, или помочь, понимаете, смотря на какую точку стать трение. Если помочь, то я предлагаю такой способ. Значит, они стоят, бабушки все, у крупных центров, у каких-то больших магазинов. Значит, нужно как-то выйти, если хотите помочь, к этим магазинам, к их руководителям, чтобы... Там на входе всегда есть места у них, ну, зайдешь в магазин, там всегда просторно. Именно там оборудовать им эти места. Этих прилавков, магазинов, этих валов... Прямо внутренне магазина вы предлагаете оборудовать места? Да, именно в магазин заходишь и приводят там везде свободные места. Именно там для бабушек, допустим, какие-то требования предъявить, чтобы там был халатик беленький, может, там фарточек беленький. Но оборудование у них много всего, эта прилавка там у них заварена, понимаете. Именно их, договориться с ними, с владельцами этих, чтобы для бабушек, если решать вопрос, понимаете, с точки зрения помочь. Юрий, скажите, пожалуйста, то есть вы предлагаете владельцам магазинов, торговых центров заниматься благотворительностью? То есть они-то ведь... Да, да, они такие же жители. Как благотворительность? Понимаете? Они такие жители города. Они, получается, за свой счет будут организовывать места для каких-то других людей, которые там зарабатывать будут? То есть это чистой воды благотворительность, они будут тратить деньги на бабушек, чтобы бабушки торговали. Вы этого от них хотите? Им это ничего не будет. Я бы немножко в другую тему. Поймите, свободные места и проходы – это маркетинговая идеология крупных розничных сетей. Свободно зашел с коляской. Это, кажется, очень конкретно надо решать, понимаете. Если где будет узко, я вот не пойду. Вы поймите, как покупать. Нет, это вы уже уходите в сторону. Как в сторону? Там просторно, я говорю, там просторно. Хорошо. Поэтому это улитейл никогда не будет сужать проходы, входы. Я говорю, там просторно, допустим. Вот Юрию достаточно. Юрий хочет, чтобы зашел в магазин, а сразу бабушки в белых халатиках. Юрий, у вас такой говор интересный. Вы где-то с южных, где-то даже, наверное, земель. Нет. Нет? Нет. Устрая, проснулся только. Юрий, спасибо. И сразу включил это Кирова. Бабушки в белых халатиках мне нравятся. Спасибо, Юрий. Спасибо. Так, ну мы услышали, Александр Алексеевич, очевидно, конечно, что владельцы бизнеса не будут заниматься некой благотворительностью, пускать бабушек с непонятным товаром. И плодить себе конкурентов внутри торговых сетей. Например, Юрию бы, например, нравилось. Я бы сейчас сообщу нашим слушателям, что мы временно, минут на 10 не принимаем звонки, потому что нужно все-таки Александру Алексеевичу рассказать, какие сейчас есть требования, стратегии и прочее. Потому что Роспотребнадзор-то тоже не дремлет. И он очень недоволен, что бабушки свободно торгуют особенно консервированными продуктами. Или в летнюю жару, там, например, клубникой. Да, Роспотребнадзор сейчас тоже начал вести такую информационную политику, объяснять и убеждать жителей не покупать с рук. Поэтому сразу хочу оговориться, что, например, на улицах и на ярмарках запрещена продажа пива, алкогольной продукции, парфюмерно-косметических товаров, мяса животных, птицей, продуктов их убоя, непромышленной выработки. Также приготовленных в домашних условиях консервированных продуктов, кулинарных изделий из мяса и рыбы, кондитерских изделий, мясных и рыбных полуфабрикатах непромышленного производства, ну, скоропортящихся пищевых продуктов, лекарственных препаратов, ну, и изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней. Вот это основное. Бабушек с золотыми прилавками. Я вот сейчас сижу, вспоминаю, я их вообще где-то видела, бабушек с золотишком. Могу сказать, что как там лица цыганские, национальности частенько у нас. Да, у них, кстати, такие красивые. Частенько. Ну, есть же кавказская национальность. Да, Светлана спалилась. Поэтому нельзя. Еще раз, что хочу сказать, что вот здесь бы хотелось призвать, может, частный бизнес. Вы понимаете, вкладывать бюджетное средство, вот сейчас мы много говорим, что не хватает там, ну, не знаю, на социальные нужды, проекты в торговлю. Во-первых, это нужно, чтобы депутаты, вот депутаты нового созыва городской думы, скажем так, поняли и предложили, а что же все-таки делать, да? Но все-таки я бы хотел привлечь частный бизнес, который бы вкладывал, организовал эти места, и мы им поможем. Именно обустраивал и с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, ветеринарии. Частный бизнес вкладывал деньги в эти места где? Давайте вместе решать. Вы знаете, какой вопрос меня до сих пор волнует? Вы неоднократно упоминали слово объединяться и контролировать, и наводить порядок, договариваться. Вот это вся история о кооперации, на самом деле, которая утеряна у нас с уходом Советского Союза. И, в общем, это слово относится именно к той схеме, которую вы сейчас описываете. Потому что бабушки могли бы объединиться в какой-то кооператив. Профсоюз. Кооператив. Это разные вещи. Потому что кооператив — это все-таки экономический механизм. Профсоюз, защита прав и так далее. Но, и вот то, что говорит сейчас Александр Алексеевич, частный бизнес мог бы, собственно говоря, такой кооператив возглавить. И тогда нужно было бы проработать вот эти экономические механизмы, учесть все интересы. И туда в кооператив может включиться и ветеринарный контроль, и Роспотребнадзор. Но сколько лет мы об этом не говорим. Ничего такого не происходит. Не только на уровне бабушек в городе, но и на уровне мелких сельхозпроизводителей. Но и на уровне охотников мы до сих пор не можем вернуть замечательные магазины «Дары природы», которые были кооперативные. Хотя у нас великолепные охотничьи угодья. Но ты, Юля, можешь в свободной торговле пойти и лосятины купить? Да не могу, конечно. Потому что никак это не возрождается. Мы об этом, кстати, говорили с Министерством сельского хозяйства здесь неоднократно. И хорошо бы Министерство сельского хозяйства, господин Котлячков, которого мы несколько лет уже не видели, в конце концов нам рассказали, что с этим происходит. Пусть придет и расскажет. Светлана сейчас смотрит призывно в окно. На серое здание. Да ведь, Александр Алексеевич, это об этом речь идет. Потому что нужно организовываться, нужно следовать правилам, нужно учитывать правила не только благоустройства и только торговли. Но речь идет ведь о нашем здоровье прежде всего. Ну правда. И о спокойствии, собственно, самих торговцев. Потому что бабушку в автозак-то, конечно, не запихают. Но неприятно приехать за там 20 километров для того, чтобы тебе сказали нет. Нет. Светлана, вы задели правильную тему, потому что, да, вы правильно, что совместно, вместе какие-то организации. Все очень просто. Любой, в принципе, энергичный человек может заявиться на ярмарку. Давайте мы город изучили по поводу торговых площадок. У нас очень уникальный, скажем, город. Он компактно очень сужен. И даже провести ярмарку выходного дня с 30 палатками мы иногда не знаем где. Вот все площадки, на которых мы проводим, ярмарки выходного дня каждую субботу, филармония. Всегда рассказываю историю, что мы у театра на Спаске и дважды проводили ярмарку. Никто не пришел. Вроде бы мы исторически торговая площадка. Там была ярмарка на Спаске. Да, мы проводили ярмарку выходного дня лет пять назад. Когда мы изучали рынок, а там, во-первых, нет, скажем так, высотных домов, жители и не привыкли. Почему? Говорю, что торговлю нужно нарабатывать место, как там церковь намаливают. Прикармливать. Вот. Ну и, например, давайте возьмем район театральной площади. Ой, площади Лепси. Там в сквере торгуют. Нехорошо. Опять сидят у магазина здесь. Мы предложили передвинуть, там, знаете, подземный переход у проходной Лепси. И даже на Лепси выходили. Давайте вот здесь организуем ярмарку. Есть уширение хорошее. Кто-то бы взялся на себя ответственность организовать, опять прибирать, смотреть, контролировать. Тут несколько сразу вопросов. Не нашли. Несколько сразу вопросов, Александр Алексеевич. Когда вы смещаете, как вот говорят наши служители, на метр, на пять и так далее, вот эти метр и пять, они должны быть чем-то заполнены. Если вы с площади Лепси сдвигаете в сторону неблизко расположенного подземного перехода, то человек, который шел и раньше покупал по пути в магазин товара от бабушки, он должен зачем-то на этот путь вступить. Не просто зная, что там есть точка, а он должен пройти. Или изменить свой нахоженный маршрут. Это, во-первых, вопрос навигации, о котором я уже говорила. То есть нет никаких указателей. Непонятно, где вот эти красивые вывески, манящие там со вкусным куском мяса или помидорками. Носочки от бабушки. Это должна быть дорога, которая туда ведет. Это должна быть, понятно, не оцилиндрованные. О чем вы вообще? Кто там нам говорил? Александр, ну какие оцилиндрованные палатки из оцилиндрованного бревна? Мы в городе живем или где мы живем, в конце-то концов? Честное слово. Но это целая история. Это и маркетинговая история, и брендирование какое-то. Вот тут на брендирование вы собираетесь 27-го числа? Там про брендирование территорий, подождите, Светлана. А между прочим, это тоже нужно все учитывать. Это непростая история. И пока что все сводится к тому, что администрация должна выполнять свои обязанности, наводя порядок, исследовать правилам благоустройства. Бабушки, пока вот такая разброд и шатань, никто их не объединяет. Они будут торговать, и вам придется каждый год их гонять там и раз, и два, и десять. Культура уличной торговли и объединения, например, в кооперативы. У нас даже не в зачаточном состоянии, а в нулевом, в нулевой фазе, я бы так сказала. От слова совсем. Совсем нет. И я не знаю, на самом деле, где тут выход. Дай-то бог, система облупотребсоюза жила бы. Ведь это же тоже, мы все уже давно проходили, именно излишки у предприятий, как раз у наших садоводов, могли бы собирать и продавать на предоставленных нам местах. Совершенно верно. И садоводу не надо тратить деньги, чтобы ехать куда-то. Он знает, что в такой-то день за ним приедут, к нему приедет машина. Он за свою морковку там, да. Вот мы давно обсуждаем некий стол заказов. Вот у нас при ярмарках, чтобы люди заказывали продукты. Мы же мониторим цены на ярмарках. Могу сказать, что они не очень отличаются от розничных сетей, но там свежая продукция. Да ладно, иногда дороже. Ну пускай, но вот к фермерской и домашней продукции. Но продукция свежая, да. Там и рыба свежая, и замутнинская у нас, и картофель, и мясо. Я всегда смотрю лично, где выстраивается очередь. Только молочку привезли там какой-нибудь, Богородской, либо еще что-то. Все выстроилось в очередь. Да и ты бы разве отказалась на приличный колхозный рынок ходить? Нет ведь? Ну честно говоря, у нас и рынки-то так себе. Ну вот ты знаешь, если честно, я все-таки ориентируюсь больше на свои маршруты. На ту логистику, как мне удобнее. То есть вот лично я специально, например, наверное, на центральный рынок или на октябрьский рынок не поеду. А на эко-ярмарку? Которая сейчас тоже в статусе у нас? Эко-ярмарка? Вот, кстати, да. Официально заявлена как розничный рынок. Это второй розничный рынок. Ну третий, если говорить, там центральный филиал его октябрьский. И третий. И это очень важно. Я считаю, что это современный розничный рынок. Как раз с лабораторией, с удобными местами, свободными. А вот там тоже будут социальные места для бабушек? Нет. Пока там нет бабушек. Давайте мы свяжемся с руководством. А вот это была бы интересная история. Мы с Юлей продвинували ее, Александр Алексеевич. Потому что как начиналась эко-ярмарка, мне очень нравилось. Я покупала там куру для супа нормальную, ненакаченную. Там много чего брала. А сейчас она, так сказать, переформатировалась в что-то между пятерочкой и центральным рынком. Уже ушли оттуда мелкие фермеры, которые мне так понравились. Я открыла для себя пельмени, которых не ела 10 лет, наверное. А тут я поняла, что там мясо внутри и вкусно. Вот это все вымылось потихонечку. И, к сожалению, мне кажется, что эко-ярмарка должна вот в эту сторону подумать. Если вы сможете как-то продвинуть историю с бабушками на эко-ярмарке, это было бы круто, конечно. И парковочные места есть. Вы понимаете, все взаимосвязано. В своих ярмарках мы отслеживаем продавцов и покупателей. Перестают заходить покупатели. Тут различные могут быть варианты. Нет нового ассортимента продукции. Либо той продукции, на что есть запрос. Перестают заходить покупатели. Перестают на места вставать продавцы. Вот так начинается. У нас, к сожалению, время подошло к концу. Я слышу, что звонят, звонят слушатели. Или мы не пускаем их в эфир, потому что просто закончилось уже время эфира. Мне бы только хотелось, чтобы услышан был призыв Александра Алексеевича Сидельникова. Люди, предприниматели, которые готовы поучаствовать в решении этой проблемы. Придумать механизм. Объединить торговцев уличных. Создать какую-то бизнес-структуру правильную. Обращайтесь, пожалуйста, в городскую администрацию непосредственно к Александру Сидельникову, начальнику управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кирова. В этом все заинтересованы. Спасибо большое, Александр. Мы, в свою очередь, будем все равно заниматься правилами благоустройства. Город должен быть. Вот как раз брендирование чистый, культурный, без загромождения на тротуарах. Давайте договариваться. Александр Алексеевич Сидельников, спасибо вам. Сейчас мы уходим на перерыв. В начале следующего часа вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова